В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Вуслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Московской областной думы Владимир Жук. Передал аптечки для российских военнослужащих и детские книги для юных жителей Донбасса. Сейчас помощь такая собирает вся страна. Это и продукты питания, и гигиена, и медикаменты. Во Дворце культуры города Видное прошел урок мужества для старшеклассников и студентов. Наша задача нести память, чтобы молодое поколение чтило всех воинов. В парках города Видное для детей проводятся специальные развлекательные программы. Здесь хорошая программа, музыка хорошая. Вчера мы были, я сама не хотела уходить. Депутат Московской областной думы Владимир Жук посетил Ленинский городской округ. В рамках своего визита парламентарий передал аптечки для российских военнослужащих и детские книги для юных жителей Донбасса. Подробнее расскажем в нашем первом сюжете. Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук во время своего визита в город Видное встретился с исполняющим обязанности председателя Ленинского отделения боевого братства Владимиром Песоченко. Парламентарий передал две коробки с медикаментами. В аптечках все самое необходимое – антибиотики, противовирусные препараты, средства для дезинфекции, заживляющие мази и бинты. Сейчас помощь такую собирает вся страна. Это и продукты питания, и гигиена, и медикаменты, и многое-многое другое. Поэтому сегодня мы в рамках такой личной помощи заехали в исполнительный комитет местного отделения и привезли несколько коробок медикаментов. Это как раз именно то, что нужно нашим ребятам на переднем крае. Сейчас в Ленинском городском округе формируется седьмая отправка гуманитарной помощи для бойцов. Активное участие в сборе принимает местное отделение партии «Единая Россия». Ребятам передают огромное спасибо, теплые слова благодарности всем, кто помогает, всем, кто помнит, и тем детишкам, которые рисуют и пишут теплые слова. Потому что это вдохновляет всего духу, и нам еще становится легче выполнять те же задачи. Также депутат принял участие в акции «Книги детям Донбасса». Русской литературы как раз там не хватает. И вот то, что мы привезли, наряду с другими, конечно, книгами, им очень поможет в их развитии и получить вообще представление о великом и прекрасном русском языке и о его литературе. Специальный стенд для сбора детской литературы расположен в офисе одной из управляющих компаний округа. Жители, сотрудники приносят. Мы с удовольствием вместе с муниципальным управлением передадим эти книги на Донбасс. В преддверии Дня защитника Отечества сформированный груз будет доставлен в места проведения специальной военной операции. Помимо лекарств бойцам будут переданы коробки с теплой одеждой, продуктами питания и сладкие подарки. А также письма поддержки от учеников школ Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Во Дворце культуры города Видное прошел урок мужества для старшеклассников и студентов Ленинского городского округа. Мероприятие под названием «Есть память, которой не будет конца» посвящено годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти воинов-интернационалистов, который отмечается в России 15 февраля. ПШ, пистолет, пунемен Шпагина. 70 патронов, он достаточно тяжелый. Но с ними мальчишки, ведь девчонки воевали с такими оружием. 70 патронов, тяжелый. Но это скоростыльность была, как у немецкого пулемета МГ-34. Различное стрелковое оружие, бронежилеты, каски, муляжи, гранат, фронтовые предметы обихода, исторические фотографии. На втором этаже Дворца культуры города Видное, ко дню памяти воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, свои экспозиции представили историко-культурный центр и военно-патриотические клубы муниципалитета. Нашей задачей стоит показать ребятам, в основном из школ, такую вот небольшую выставку стрелкового вооружения, которая у нас используется в современных конфликтах. Современный конфликт, это имеется в виду после Великой Отечественной войны. Хотя у нас часть выставки представлена образцами вооружения, которые были во время Великой Отечественной войны и до нее. На урок мужества, посвященный 33-й годовщине вывода советских войск, из Афганистана съехали старшеклассники и студенты со всего Ленинского городского округа. Классно, много оружия, интересно рассказывают. Такие мероприятия должны проходить почаще, дети, подростки, маленькие дети должны узнавать по поводу войны, по поводу оружия, развиваться. Мне самому лично эти выставки очень нравятся. Наша задача нести память, чтобы молодое поколение чтило всех воинов, героев и всех остальных, кто дали жизни ради выполнения последнего своего задания. Специальными гостями мероприятия стали члены Норильского отделения общественной организации «Боевое братство». Видным они проездом всего через пару дней ветераны отправятся с двумя тоннами гуманитарного груза на Донбасс. Первый такой гуманитарный, мы его называем гуманитарный конвой, Норильск, Москва, Видное и Донбасс. Сюда входят как продукты питания, теплые вещи, генераторы, квадрокоптеры, тепловизоры, бензопилы, тепловые пушки. Ну то есть вот все, что прям необходимо. В ходе урока мужества ребятам показали документальные кадры про афганскую войну. О событиях тех лет рассказали ветеранам боевых действий. Уникальная операция, можете найти это в интернете, где 58 наших спецназовцев, это Альфа, я теперь, как называется, выпил, в течение 40 минут, в темное время, суток взяли вот этот дворец. У Амина было только личной охраной, 200 хорошо вооруженных, обученных офицеров. Для вас это что-то давно, это история, а для нас это жизнь. Мы тоже были в таком возрасте, как и вы, не думали, не гадали, что придется, как наши отцы и деды, встать на защиту Отечества. Поговорили и о сегодняшних реалиях любви к Родине и работе военно-патриотических клубов на территории Ленинского городского округа, а также почтили память невернувшихся с донбасской земли воинов. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Специалисты фиксируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Одна из причин – отказ от вакцинации. Наш корреспондент Юлия Погосьян побывала в Южной поликлинике поселка Дрожжино и узнала, как можно сделать прививку или ревакцинироваться в Ленинском городском округе. На сегодняшний день в Московской области наблюдается увеличение заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Прирост за неделю составил более 20%. Наибольшее число пациентов – трудоспособное население. Те, кто ведет активный образ жизни. Работают, передвигаются на общественном транспорте, посещают магазины. Ковид до конца еще не изучен. Мы точно знаем, что ковид влияет на кровотворную систему. Я лично из своей практики отмечала, что у очень многого количества пациентов отмечается резкое снижение уровня лейкоцитов. И пациент становится более восприимчив к вторичной бактериальной инфекции и вообще к другим видам вирусов. Поэтому не стоит так халатно к этому относиться. Врачи отмечают – полностью защитить себя от коронавирусной инфекции невозможно. Однако именно прививка помогает переносить заболевания в легкой форме. Министерство здравоохранения ежегодно, ежемесячно поставляет нам свежие вакцины по мере необходимости. В любом подразделении Видновской РКБ на всей территории Ленинского городского округа плюс дополнительных пунктах, таких как, допустим, галерея 9-18 в городе Видное или Вегас, имеются прививочные кабинеты, где в режиме онлайн с 8 до 8, то есть с 8 утра до 8 вечера, можно привиться. Специальной подготовки перед прививкой не требуется. У пациента не должно быть признаков ОРВИ и обострений хронических заболеваний. В тот момент, когда к нам приходит пациент, мы индивидуально для каждого пациента используем отдельную вакцину. То есть она достается, размораживается прямо при пациенте, пока он проходит осмотр у доктора, и уже здесь же прямо водится. Прививка, как и прежде, двухфазная. В первые дни после вакцинации пациенту следует ограничить физические контакты. Постараться не посещать многолюдные места, ведь иммунитет к коронавирусу формируется в течение двух недель. Юлия Погосьян, Данил Свидерский, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Если вы не знаете, куда пойти с ребенком в выходной день, ответ есть. В парках города Видное для детей проводятся специальные развлекательные программы. На одной из них побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. В парках города Видное регулярно проводятся тематические мероприятия для детей и взрослых. В минувшие выходные они были объединены под общим названием «Дни зимних видов спорта». В Центральном парке состоялась развлекательная программа для самых маленьких. Это интерактивные программы, где мы учим детей разным русским забавам. Квест по поиску разных призов на территории парка. И также мероприятия на катке уже в более вечернее время. Дети участвовали в конкурсах и подвижных играх. Все активности символизировали зимние забавы. Ребята строили крепости, правда, не из снега. Играли в снежки, но сделанные из бумаги. Родители с удовольствием наблюдали за ними. Сегодня мы пришли сюда на каток и хотели покататься. Но оказывается, он открывается с 13 часов. И как раз-таки здесь мы непосредственно смогли узнать о том, что здесь такое мероприятие интересное. Многие уже знают, что подобные программы проходят в парках постоянно, в том числе и зимой. Расписание доступно в социальных сетях видновских парков. Пришли, чтобы ребенка повеселить, как-то для разнообразия развлечь. Ну и в принципе здесь хорошая программа, музыка хорошая. Вчера мы были, я сама не хотела уходить. Так что мне нравится. Следите за ближайшими анонсами. Администрация городских парков обещает много интересного. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.